Я хочу напомнить, что послезавтра, в воскресенье, это будет не борьба партий, это будет борьба за страну, за ее остатки, то что вот сейчас нам после трех лет правления Джейнбекова осталось. Я хочу напомнить, что они продали все, что возможно. Я хочу напомнить, что они набрали долгов, что мы сегодня, даже дети, рождающиеся у нас по умолчанию, должны. Я хочу напомнить, что воры, которые разграбили, обездолили нас и лишили наших детей будущего и возможности учиться жить в этой стране, ходят спокойно и идут на выборы на эти. Я хочу напомнить, что мы сегодня не выбираем партию, мы не выбираем силу какую-то. Мы боремся за страну, за то, что осталось от нее. И мы должны отвоевать свою родину. И я буду бороться до последней капли крови. И пусть нас арестовывают, пусть нас убивают, пусть нас шантажируют и угрожают. Мы будем бороться за свою родину. Потому что кроме нас этого некому сделать. И да, пускай нас сегодня немного, и да, были ошибки, было много чего сделано, но остается всегда надежда и вера. И это нужно помнить. Нужно помнить, что врагом сегодня являются узурпаторы власти. Это кланы Джейнбекова, это кланы Матраимова, которые схватили власть и держатся зубами и ногами. Не желая с ней делиться, это раз. А во-вторых, не желая упускать ресурсы. Но я хочу сказать Джейнбекову и хочу сказать Матраимову. Та земля, которую вы обворовываете, те ресурсы, которые вы грабите, те люди, которых вы обездолили, это люди, это страна, которая вас родила, которая вас растила. Это страна, которая сделала вас людьми. И если вы сегодня не опомнитесь и не просто не уйдете добровольно, имейте в виду, что этот народ кыргызский, он никогда не был попрошайками, он никогда не был трусом. Кыргызы всегда были смелыми, кыргызы всегда были самыми отважными. На всех битвах в первую очередь бежали кыргызы на лошадях с саблей в руке. И мы точно так же будем бороться за нашу землю. Мы не позволим ворам разбазарить нашу родину. Я хочу просто напомнить, что сегодня, завтра, послезавтра осталось три дня для того, чтобы действительно решить и понять, что для нас важно. Что для нас важно? Поддержать власть, которая сегодня дает жалкие копейки и обворовывает нас на миллиарды. Или важнее вспоминать все обиды, которые когда-то мы припомнили. А Тамбаев сидел шесть лет президентом. Столько хорошего он сделал, при этом были и ошибки. И мы сейчас погрузились в эти ошибки. И мы с радостью смакуем эту его вину. С кайфом его осуждаем. Хотя буквально три года назад мы еще ему аплодировали. И что мы сегодня имеем? Мы имеем Джейн Бекова, который требует к себе втройне больше внимания. Это человек, который просто узурпировал все, что можно. И который заставляет нас быть рабским народом. Еще раз скажу, еще раз скажу. Кыргызы никогда не были рабами. И у кыргызов никогда не было хана. Мы кочевники. Мы сами себе хозяева. И мы не позволим никому сегодня сделать из нас рабов. Пожалуйста, голосуйте с сердцем, голосуйте с совестью. Вспомните, кто наш враг. Вспомните, кто сегодня стоит за всем тем ужасом, с которым мы столкнулись. Вспомните, кто виноват в том, что пандемия ударила по нам именно так. Кто виноват, что мы не имели возможности не выйти и не было у нас даже денег иногда на хлеб. Кто виноват вообще в целом в том, что наша страна сегодня является попрошайкой. И когда даже соседи не могут произнести имя главы государства. Унизительно. Вспомните, кто в этом виноват. И делайте свой правильный выбор. Это самое главное. Спасибо большое.